друзья всем привет меня зовут наталья яковлева я являюсь амбассадором компании скетч маркер и сегодня мы записываем для вас обучающий урок как рисовать артишоки офигенный референс красивый сочный яркий спиртовыми маркерами для этого нам с вами потребуются до необходимые материалы естественно я буду рисовать в скетчбуке скетч маркер это скетчбук маркер line до маркер line скетчбук здесь написано твердой обложке мне нравится формат он такой чуть чуть меньше чем а4 да я его уже начала вот тут уже есть какие-то парочку работ и ориентацию я буду делать горизонтальную потому что чтобы вписать красивую композицию значит здесь это у нас будет листик не забудьте что бумага в скетч маркерах не двусторонняя поэтому обязательно подкладываете промокашку чтобы не испортить следующий лист можете видеть что вот так они отпечатываются на другой стороне то есть промокашку подложили и рисуем дальше для предварительного рисунка обычный карандаш кто кому круто используйте механический я как бы только за обычные карандаши ластик дальше я всегда практически во всех своих скетчах я использую линера до обводку я не рисую по карандашу я обвожу и потом стираю карандаш значит здесь мы можем с вами использовать скетч маркер линер да если бы я рисовала этим линером то это был 0 0 5 да но компания скетч маркер разработал новый крутой продукт это ручки ручки артист fine pen и вы можете видеть насколько клевые цвета насколько если я не ошибаюсь у ребят палитра этих ручек 60 оттенков ну то есть всякие разные мне на пробу пока еще не все пришли вот и мы с вами можем вот я специально выбрала такие оттеночки которые очень круто бы смотрелись рядом с нашими артишоками да как контур и он сейчас покажу как мы их можем использовать именно ну контуром да скорее всего это уберу и вот покажу вам да например розовый такой есть очень красивый припыленный такой для пионов до сейчас рисовать можно ими работать как самостоятельным инструментом можно вполне себе использовать как контур для спиртовых маркеров мой фаворит на данный момент это вот такой вот серый да я склоняюсь что именно им я буду рисовать контур дальше какие еще интересные да вот могут например быть оттенки может быть какой-то такой фиолетовый использован на как контур может быть если вы любите все таки по контрастнее можно использовать поярче вот такой да темно-фиолетовый и еще возможно почему нет использовать салатовые такие или зеленые или салатовые да вот там где особенно у нас ножка это вы уже на свое усмотрение показываю просто прикольные цвета которые могут могли бы нам с вами подойти значит я буду использовать если у вас их нету смело берите обычный линер 05 самый тоненький да если вы любите пожирнее значит берите пожирнее я буду использовать вот этот вот серый fine pen и все слышите моего кота и для акцентов в конце работы белый пастельный карандаш белая гелевая ручка итак давайте теперь по палитре вот маркеры которые я подготовила предварительно вот сейчас глядя на референс да я всегда выбираю какие-то маркеры которые мне кажутся мне будут необходимы процессе работы этот список может либо уменьшится либо пополнится да в основном у меня всегда уменьшается поэтому не пугайтесь может быть там так много не понадобится лучше чуть-чуть сейчас заранее до посмотреть просто возможности какие у вас есть маркера и так я сделала вот я сделала такую предварительную выкраску какие цвета чтобы мне понимать какой артишок каким вообще цветом начинать работать да у нас есть с вами холодные такие приглушенные до пастельные все почему синие зеленый серо-зеленые оттенки это на артишоке который целиком до которые у нас такой шапочкой прекрасные оттенки bg палитра вообще bg моя самая-самая любимая возможно мы их будем с вами разбавлять немножко вводить в него вот этот г 83 чтобы сделать какой-то яркий такой акцентик да чтобы он совсем не казался нам серым дальше по зеленым да по зеленым нам будут с вами необходимы яркие какие-то зеленые это для вот этой ножки непосредственно до которая яркая такая салатовая теплая она тоже смотрите очень красивая градация до получилось вот этих вот оттеночков это г-45 самый-самый светлый до 44 43 они вообще мои самые-самые вот любимые я ими всегда и работаю максимально приближены к естественным ну вот видите вот эти вот например будете искать г-33-32-31-11 г-22 г-20 вот новые оттеночек да смотрите насколько они во-первых шикарно вместе смотрятся да во вторых они максимально приближены к естественным ну реально здесь цветам зелени так самые самые светлые это для вот этого среза да мы если у вас нет настолько светлых оттенков я вам предлагаю оставить их белыми только не темните только не используйте серый да потому что серый будет выглядеть ну как будто этому артишок уже 300 лет да если нет у нас только светлых оттенков маркеров оставьте белым да особенно вот заднюю часть не перемудрите сделаете просто потом сделаем такими полосочками просто тени и этого будет достаточно да но очень рекомендую всем приобрести yellow 55 и yellow 75 вообще шикарные оттенки нужны практически везде несмотря на то что чтобы вы не рисовали там еду как это пожимой цветы и все тому подобное да они очень очень клево смотрятся и фиолетовые оттенки тоже опять возможно еще изменим когда свою какую-то свою палитру да но пока я вижу это вот такими оттеночками яркий для акцентов он только для акцентов самые такие мощные яркие цвета очень клёвый оттенок вот b60 и в вб это вайлы black да это не черный черный я никогда не использую своих работах чем бы я не рисовала черные никогда не использую а вот этот вб он нам он видите здесь в black до списке но он с уклоном в фиолетовый да поэтому у него есть такой очень клёвый оттенок если у вас его нет то берите самый темный серый только не черный черный всегда выглядят как дыри на работе и это всегда сбивает и это всегда привлекает черная дыра вот и самые светлые какие-то да опять-таки вы видите bg оттеночек он очку той такой опять-таки сложный да мы будем их мешать вместе вот эти оттенки и получать очень красивые новые даже можно сказать оттенки пока это все я предлагаю начинать и рисовать и так начинаем с карандашного рисунка и всегда определяем границы нашего рисунка да сколько мест на он будет занимать на бумаге всегда начинаем с самых больших форм и дальше уже уточняем а мы шишки поэтому найдите для себя вот этот ритм нарисование этих треугольничков и тогда начнется самое ну как бы вам тогда будет гораздо проще если вы поймете у себя в голове как они растут в таком шахматном порядке будем обладать а так мы с вами закончили с предварительным рисунком у нас готов контур это заняло определенное количество времени но не халтурьте чем лучше у вас рисунок тем проще потом будет работать с цветом и так пожалуй начнем с самого светлого участка да вы знаете что в работе со спиртовыми маркерами работу мы ведем от светлого к темному и в данном случае мы можем либо здесь начать со светлых участков либо здесь да я хочу здесь так как хочу закончить с этими светлыми желтыми тонами и вот вот они изначально у меня подготовлены далее я на пожалуй начну с самого светлого это g45 называется фисташковый очень красивый цвет и я им хочу прокрыть самые светлые участки да я работаю браш маркерами да у меня в основном черные это браш палитра мне они очень нравятся потому что у них есть своя вот эта плавучесть дать линий и на мой взгляд именно чуть-чуть чуть-чуть проще как-то до добиваться плавных плавных линий но это все зависит опять-таки от скетчера не привязывайтесь к мнению кого-то обязательно пробуйте что-то свое обязательно это это надо попробовать и выбрать свой материал здесь вот у нас похолоднее внизу сразу делаю большую такую то есть светлыми можно работать очень-очень смело так как они в любом случае мы их можем закрасить да с темными маркерами уже и с акцентными историями уже нужно быть немножко осторожней так как у маркеров единственный минус работы с маркерами у вас есть только одна попытка да вы не сможете потом исправить какой-то косяк если вдруг взяли не тот цвет поэтому всегда рекомендую делать вот такие выкраски или уже смотреть все время на палитру до свою имеющуюся обязательно делайте ее никогда не чиркайте каждый раз этот маркер чтобы узнать что это за цвет это очень очень тяжело очень долго и отнимает много времени если у вас уже есть готовая палитра обязательно ее используйте но рекомендую ее обновлять так как выцветают да все-таки выгорают она солнце и где она стоит свойства выгорать большие участки например проще делать использовать золото широкий широкий наконечник дала то очень удобно для больших плоскостей не требующих до какой-то там детальной прорисовки берем и просто закрашиваем опять пока маркер влажный помните что он темнее когда он подсыхает он становится немножко светлее так и сейчас я веду вот этот красивый цвет шампайн шампанского он с таким желтым красивым теплым оттеночком а вот здесь где много полосочек нашу до мы можем знаете как здорово что мы серым здесь поработали у нас уже как будто образовались тени на такие не старайтесь уловить прям каждый оттенок не старайтесь использовать очень много маркеров это тоже зачастую приводит грязи просто вы может быть что-то легче сделать действительно контуром что-то можно потом проработать серыми просто оттенками да либо в процессе вы увидите что вот этот зеленый который мы брали для каких-то вот этих частей идеально подходит вот сюда да например то есть заморачиваете себе голову вот прям самого-самого начала наверх туда нет смысла идти только может быть вот здесь штук мы так закончим его небрежно здесь здесь мы видим что будет еще салатовые до краешки так что можно запутаться смело в линиях тоже не переживайте какая-то из них должна быть темнее какая-то из них должна быть светлее это вообще не страшно вы сами можете контролировать процесс так и здесь пожалуй я сразу же возьму оттенок 55 и сразу на этом артишоке сделаю самые светлые вот эти вот места здесь чуть-чуть чуть-чуть то есть это какие-то такие совсем легкие намеки на мне очень нравится вести работу когда целиком да вы видите процесс сразу прищуриваете глаз и смотрите где у вас повторяются оттенки и сразу и добавляете в нужное место такой как подмалевочек у нас будет желтенький полоса и видите сразу по форме надо добавлять если у нас полукруг окружность даже рисуем то и видите линии тоже точно также по форме предмета это очень сильно упрощает процесс работы в дальнейшем работа это не из самых простых на самом деле она выглядит вроде монохромно такая на типа тут три цвета всего но на самом деле это количество оттенков она может запутать любого поэтому надо сосредоточиться немножко на этом так и сейчас я возьму сразу g44 сделаю здесь вот эти вот салатовые участки да то есть чтобы если вам необходимо что если у вас не так сильно дружат маркеры друг с другом как у меня то их необходимо потушевать предыдущим оттеночком светлым да у меня вы видите что они прекрасно друг другом смешиваются самостоятельно поэтому я даже не буду возвращаться к предыдущему оттенку просто просто этим работаю все то есть так тоже можно и сразу уже наверх потянули сразу же мы ими работаем то и работаем я не привержен супер 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 тонких и четких линий мне очень нравится когда работа такая живая поэтому видите что я работаю где-то точечку поставлю где-то линию проведу где-то заеду на соседний участок да это всегда придает живость какой-то работе и ничего в этом страшного нету она все равно будет смотреться очень реалистично не переживайте но в то же время она сохранит какую-то живость да она не будет такой мертвый как картинка вот один в один мы я всегда своим студентам говорю что это каждый художник начинающий проходят вот эти этапы да когда для тебя самая лучшая похвала когда тебе говорят что боже как на картинке не отличить от картинки а потом ты уже воспринимаешь это как фоу ну что они казачья не я же хочу чтобы меня воспринимали как художника что-то свое поэтому вот ваш какой-то стиль вот какой-то такой чуть-чуть мой чуть-чуть небрежный чуть-чуть такой я изи как будто бы вариант да он для меня самый-самый комфортный я не хочу чтобы было как на картинке один в один этот этап уже пройден так ну и пожалуй давайте вот с этим будем разбираться уже продолжать беру бр-24 и делаю еще более сильные акценты в нижней части здесь у нас с вами какая-то чехарда пойдет но она пойдет с темными оттеночками поэтому пока мы не трогаем добавляю сюда и помните что никто не будет сравнивать количество черточек и точечек имеющихся у вас на иллюстрации и на оригинале да на картинке поэтому не переживайте если у вас не сходится количество лепестков если у вас не сходится количество здесь вот слоев да это очень-очень все условно нам нужно с вами просто показать форму так и раз уж я зелеными здесь еще работала закончу тогда этот черенок беру цвет сельдерей называется г-43 добавляю его в более такие акцентные места прекрасный цвет очень всем рекомендую его приобрести подходит для всего для рисования листвы для рисования груш яблок любых лепесточков в общем просто вот вот так он выглядит идеальный так чуть только сюда дальше здесь уже от вас зависит какие у вас есть оттенки я беру g20 пожалуй не буду g22 использовать беру сразу g20 уточняю маркера это многослойная техника да поэтому мы бесконечно добавляем уже нарисованные участки новые и новые оттенки чем они глубже темнее да тем они потом контрастнее здесь не смотрится не бойтесь этого некоторых звук этот отталкивает мне нравится зато ты слышишь результат своей работы чуть-чуть просто их надо подружить чтобы эта линия так вырезана не смотрелось до зеленая хочу их чуть-чуть вот дружить а сюда сейчас уже сразу добавим темные вот эти bbg до которые мы собирались использовать для этого артишока они здесь тоже присутствуют и что касается вот закона очень красивая линейка вот эти три маркера рядом да они так светлый средний темные вот они вот так выглядят просто прекрасно я начну с bg 22 потому что работаю сейчас вот с этим участком и мне нужно не переборщить не затемнить а просто указать что внутри здесь у меня есть такие как похоже очень найти как костный мозг в косточке но это непонятно что поэтому рисуем так очень деликатно здесь какие-то полосы у нас давно эту фактуру просто стручка так добавляю добавляю везде этот оттеночек где хочется но в основном в эти темные промежутки между листками можно сюда как бы указать что здесь много очень тоненько перо она очень красиво позволяет такие аккуратные линии делать так пойдет нужно взять немножко светлее так найдите правильного правильный ракурс и тогда будет все просто тут будет темно и потушу им тушим шампанским берутся 21 б.г. 21 делаю самые темные места здесь всегда будет контраст до самый темный где преломляется у нас с вами форма если мы порезали то значит этот срез вам сюда будет самый-самый контрастный цвет тень смело сюда вложу видите здесь вообще темно можно сразу закрасить и здесь у нас темно будет еще темнее да но мы так с вами хоть форме не потеряем будет какой-то под малевок да будет зато такой уже интересный тон просто серый например да а с зеленцой так чуть-чуть может быть еще до просится вот сюда ввели потемнение сразу потушевали прекрасно это бумага в этих скетчбуках она прям позволяет растушевывать даже не очень близкие между собой оттенки это большое преимущество для ребят у которых не такое большое количество маркеров как у меня но я все равно люблю это качество нравится кажется что за тебя рисует бумага здесь уже конечно не нужно смиряться с рисунком с количеством там линий которые обозначены которые вы видите просто рисуете так как просится как здесь можно пока оставить в покое тортишок вернемся к нему когда будем делать ну вот это да будем работать с зеленым из так продолжаем наши артишоки будем работать сейчас с этим мы начинаем с зеленых оттенков так как они гораздо светлее чем фиолетовая берем бк 23 22 21 и накладываем по форме там где видим реально зеленые оттенки я всегда закрашиваю чуть чуть больше чем есть на самом деле и смело можете заходить за границы там здесь фиолетовым фиолетовый темнее и потом этого не будет видно ну и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Так, и сейчас давайте, чтобы он не смотрелся таким просто зеленым, давайте введем уже какие-нибудь фиолетовые оттеночки. Тоже предлагаю с самого светлого начать, чтобы было просто, чтобы не страшно. И вот вводим его вместе с вот этими зелеными нашими, серо-зелеными. Смотрите сразу, как меняется цвет. Следите только за формой. Так, утемняю. Утемняю. Так. 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 Делаю ярче. Так. 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 Сейчас смело можем проложить темные тени между каждым лепестком, чтобы отделить их друг от дружки. Следите только за направлением, где оно должно быть. в Freddie. Для одного делаем тени. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сюда просится что-то поярче, что-то более розовое такое. Сейчас давайте посмотрим. Можно что-то из этих брать ярких. Можно что-то из красных оттеночков подобрать. Я, наверное, возьму вот эти R23, R21 и R23. Вот эти оттенки. Сюда ввожу, если один оттенок, то куда-то на соседний объект, чтобы была какая-то между ними дружба. Хочется взять VG10 темный и сделать вот здесь. Потому что они тенюшку друг другу дают отделить. Так, я думаю, на этом мы можем останавливаться. Если у вас есть терпение, время, желание, вы видите что-то другое, вы можете смело добавлять. Например, сюда вы можете каких-то коричневых оттеночков ввести. Я думаю, что я на этом буду заканчивать. И сейчас сделаю только падающую тень немножко, чтобы они у меня не висели в воздухе. И тенюшки я всегда делаю серыми маркерами. Здесь у меня на выбор. Давайте возьмем TG, это Tone of Grey. Начну сразу достаточно темный, 7, 5, посмотрим сейчас. Да, вот так. И здесь хорошо видно просто, как идет тень. Здесь, в принципе, все можно закрасить. Опять, да, если что, вы идите куда-то в свой объект. Вот, например, этот серый, если просится успокоить немножко, да, бывает такое, что зеленый или там желтый, какие-то они дико-дико яркие, можно смело сереньким утихомирить все это дело. Пятерочкой сделаем протемнер. Тушуем. Так. Чуть-чуть даже вот так сделать, отдалить. И сейчас самая приятная часть рисунка – это акценты белой гелевой ручкой и белым пастельным карандашом. все, наш рисунок с вами готов. Я надеюсь, вам понравился наш урок. Он не был супер простым, потому что здесь нужно было уже такое отработанное движение, как накладывать маркер. я надеюсь, вам понравилось, вы будете с нами рисовать еще. Всем спасибо большое за внимание и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok